Всем привет! Мы собираемся ехать на Car Boot Sale. Car Boot Sale в переводе это продажа из багажника автомобиля, а в простонародье на нашем это базар. В Орландии базаров немного и они нет таких постоянных, а вот именно что один день в неделю, два дня в неделю в каком-либо городе это происходит. И мы сейчас едем в город Килкенни, воскресенье. Он начинается, открывается с 8, но уже время почти 12, но он до 4. Мы не едем туда что-то покупать, нам ничего не надо, мы хотим просто посмотреть что-то за базар. Аня, ты там была уже, да? Я там уже была, но нужны 5 с утра. Ну если что-то хочешь купить, но мы просто идем посмотреть и показать вам что же продается. Погнали! Ну такая погода, на самом деле мы вышли на улицу, не хотим уже ехать на базар, думаем ехать на пляж, потому что никто не ожидал, что будет так жарко после базара. Ну из-за погодных условий нам быстро пришлось переодеться, потому что слишком жарко было идти в той одежде, в которой мы вышли изначально. Ну Аня изначально нормально вышла, юбки и майки, а я там джинсы, туфли, рубашка. Пришлось идти сланцы, шорты. Ехать нам до Килкенни 53 километра, это 43 минуты. В общем, проедем, посмотрим, покажем, посмотрим этот базарчик. В общем, самому интересно, что это за базар, как он выглядит. Я фотки смотрел в интернете, ну посмотреть живую стоит. А после, если погода останется такой же прекрасной, мы с Аней поедем куда-нибудь на пляж, потому что показывает температуру 25 градусов. Машина стоит на солнце, конечно, но в любом случае 20-20 точно есть и довольно-таки жарко. Так что едем на базар. Доехали мы до базара. Довольно-таки много народу, машин, немерено, целая парковка, искали еще место. Отойдем, пройдемся и посмотрим. Говорят, что все разряжаются к двум, так что у нас время много. Начинается наша барахолка с цветочков. Я на самом деле не знаю почему, но многие места, я базар и начинают семинаться цветов. Причина этому мне на самом деле неизвестна. Тема для вашего огорода. Если хотите прибраться у себя в саду, смотрите различные косилки для травы, газонокосилки. Видно, что все бэушный человек походу этим занимается, просто чинит, перепродает. Не знаю цен, но возможно выгодно купить что-то такое. Сверла, ржавые, не знаю сколько они лет лежали на складе, но походу новые. Диски для вашей машины. Я уверен, что можно было бы договориться за хорошую цену. Бензопилы, электрические, бензиновые. Уверен, все бэушное, но тоже все пригодилось бы в быту, я думаю. Тоже можно всегда взять хорошую цену за такие вещи. Вот, Ирка посмотрит, видится, еще будет проклинать больше. Почему ты мне сюда не привезла? 85 евро. Что это? 85 евро. Что-то. Подставка для чего-то. Боже, это что? О, кружку еще не разбил. Это? Точно. Фотик. Кинескоп какой-то. Мурач. Мурач. И буква Ч, смотри, это же наша же. Нет? 48 евро. Вот что я написал. Диксон Хемпестал Оптикл Продакт. Ну да, какой-то телевизор что ли какой-то? Или фотик, да? Какой-то проектор. Вот кому это надо, да? Вот вопрос, зачем это продается? Кому он нужен? Да, да. Смотри, один из первых. Смотри. Это коммуникатор или как он называется? То есть ты посоединяешь. Переводить звонки. Прикол. Хауслайн, да. Вот это ты переводишь звонки, видишь, домашняя линия. Ты принял звонок и переводишь? Да, да, да. Типа, например, в офис стоит, да? Там много офисов. Типа, так, офис номер 3. Чик-чик-чик-чик. Значит, как в фильмах ужасов, да? Рулетка. Ну, рулетка нам нужна, согласен. Она даже типа новой считается? Считается, там что-то полегчество. 5 метров. Платика. 5 метров? Все по 2 евро, смотри. Надо? Граблики. А, лопаточка нужна, кстати. Только граблики. Так и так же копать может. Чик-чик. Чик-чик. У меня такие, выкопать. О, лопаточка. Берем? Она такая. Она не гнется? Нет, не нужна. 3 евро. Или 2 за 5. Я все достану. А я над ним сменяю барахло. А мне хрусток лежал и кирваны. Я сели еще достану. Ну так, тут можно чего-то найти, знаешь? Если что-то ищешь. Если сравнивать эту барахолку с барахолкой из предыдущего ролика, я уверен, знающие люди здесь нашли бы точно что-нибудь стоящее и ценное. Потому что здесь всего есть. И мусора, и хороших вещей. В этом я уверен точно. Че сова? Ирказу. Коллекционируется. Сова? Зачки для колеса. Сколько? Сколько? Сколько. Сколько. Ну, под крышей все немного более цивильнее. Думаю, они платят за места уже не так, как на улице. Не могут просто раскинуть свое барахлишко. Ну, различные также мусор смотреть. Диски, отцеги, тетрисы какие-то. Чашки, ложки, какие-то значки, тарелочки. Ну, в общем, все подряд. И китайский ширпотреб, и что-то старинное тоже вы здесь можете легко найти. Если вас какие-то вещи реально интересуют, здесь можно, реально можно найти что-то интересное, ценное. Можете даже купить за копейки, а потом на аукционику перепродадите. Ну, а, ремень, дашки. Да? Угу. А точно, прикольно. Какую бы ты выбрала? Лор. Я как гитарист великий. Да. Девушка, а это настоящие гучи? Да-да, конечно. Проходите вот сюда, вставайте на картонку, не запачкайтесь. Вот, кувшинчики, вот, Чеснокову это же нравится, он же кувшины собирает. Да? Да? Таламор. Таламор, ну, вид, я вискаря. У него же график в кувшины, да? Реально. Вот ему бы это прикололо. Он думал, что под виски кувшин? Да-да-да, таламор, это же виски таламорский. Виски. Виски в культуру с аналоговой пострады. Прог SARAH. В совместную пиратуре, пожалуйста, пришла домой. Ваши и виски кушали на тридцата. Короче тут еще гулять и гулять можно, да? Гуляем дальше или что? Пойдем быстро, вошла. Ну, я не знаю, что гулять, мы уже ничего не спа. Можно. тогда как-то в принципе она все понятно машинка зингер иголочку сломать 100 до 120 евро комплект лучников четко купили лопатку покажи рулеточку наши рулетка 2 евро 3 евро лопатка 2 евро все идем домой вот такая вот барахолка все мы сейчас едем в город килкене заедем сам город погуляем посмотрим очень много кстати литовцев много литовского языка это барахолка продаются все подряд и тур турки и китайцы уже подъехали и завезли китайская барахлишка и турецкая ну если что-то надо даже если что-то не надо приедете что-нибудь найдете вот мы зашли просто поснимать и купили две две безделушки машина где-то там они пишите в коментах что вы думаете об этой барахолке об этом базаре у нас таких конечно мест в наших странах полным полно вагон и тележка здесь немножко по другому таких мест немного и даже если где-то есть вот они только раз в неделю сегодня воскресенье в этом месте только по воскресенье разворачиваюсь тут выезда нет надо в другой стороны если увлекаться антикваром туда можно нарыть какую-то интересную штучку а просто старые бушные вещи я не люблю и обрезгливая поэтому когда всего этого много и понятно понятно на этой веселой ноте мы закончим наш репортаж о барахолочке едем город что добро пожаловать в город келкене идем в замок келкеневский замок он прямо за забором там парковки не было на улице очень душно смотрите какое небо все затянутое но очень парит парит духа так короче мы взяли торбу такую устроим на территории этого замка пикничок какой-нибудь морожка бутерброд чего-нибудь такое в общем расслабимся воскресный день надо быть расслабленным никуда не спешить все должно быть гладко и умиротворенно у меня всегда так понедельник воскресенье неважно всегда надо быть на расслабоне потому что это наша жизнь которая пробегает незаметно и не надо париться по пустякам вот этот забор это при это уже территория замка за забором нам надо обойти вот метров не знаю 200 до входа осталось народу очень много город какая не говорит маленький движение тут конкретно и много народу ходит по загруженности после дублина что ли не верится интересно головой тур туры 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 о смотри как круто это короче вход в замок но не центральный мы сразу попали в парк но территория замка здесь большая смотрите какой парк детская площадка сейчас на самом деле после этой жары даже все листья деревьев начинают желтеть они все но очень много желтого что в американских фильмах да ну смотрите люди пикникуют нормальности сейчас и мы замутим решили обойти немного вокруг этого замка перед тем как сделать пикник потому что если сядем на пикник потом уже никуда не захочется обходить правильно идем внутрь идем мы были внутри нет мы с тобой ходили смотри какое красивое окно видишь разбит а открыто на дачки менять давай посмотрим вот откуда они вышли мы туда зайдем они вышли сейчас не зайдут иди сюда да Сколько за вход ты говорила? Ну вот мы каким-то случайным образом попали внутрь этого замка. К счастью даже не пришлось платить, просто пройдем, я по-моему тут был, Аня, мы с тобой гуляли здесь, вот я внутри, мне кажется мы были, вот чайная комната, но мы пикник же хотим делать, правильно, ну раз уж мы сюда попали, почему бы не прогуляться по замку. Это не оно. Сейчас зайдем в один очень красивый зал, просторный, там наверное раньше устраивались балы, различные балы, сейчас его посмотрим. В общем попали мы на экскурсию даже, сейчас быстро ее пройдем и выходим на пикник. Субтитры делал DimaTorzok В доме непросто. Вот мы до этого фонтана не дошли, мы к нему направлялись, но каким-то чудом открылась дверь и мы вошли в замок. И вот сейчас гуляем по замку, типа тут, типа тут, где экскурсии проходят. Нельзя снимать, тут надо, в общем, все строго. Смотрите, как прикольный ресторанчик. Вот там красиво, мы еще наблюдали его прошлый наш визит, я помню, еще мы гуляли вот по той стороне. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пусть у барахолки это такой приятный контраст прям, да? Ну да, там старею, тут старею, но тут приятно. Ну и также на стенах картины различных, различных, я думаю, правителей, владельцев и прочих князей. Большой зал. Вот здесь нюху сгулять свою было бы неплохо. Ну что, мы это сделали, вышли в этот фонтанчик, который мы видели через окно. Слушай, я бы вот в ту кафешечку сходил. Здравствуй. Красиво. Середок классный. Вот туда надо пойти покушать. Река. Красиво, классная погодка, да? Мне кажется, я слышу гармонь. Да, оттуда доносится звук гармонии. Наконец-то, наконец-то мы уже уединились. Смотрите, у нас какой прекрасный. Мы уединились. Наконец-то мы присели. Сделаем сейчас наш привальчик, пикничок здесь. Смотрите, какой у нас на фоне замок. Там начинает оркестр играть. Аня купила прикольное одеяло. Пледик. Пледик, замок, следы. Карта какая-то. Что такое? Его можно использовать под палатин. Мародеры. Мародеры. Карта мародеров. Вы слышите эту музыку? Это оркестр играет нам. Чтобы не было скучно на этом пикнике. Тебе весело, Ань? Что у нас пьем сок. Едим бутербродики с оливками. Взяли тут сладости немножко. Сейчас поедем на океан, потому что погода очень душная. Мы думаем, что на океане будет хорошо. Хотя это может быть ветреное и некомфортно. Свежо будет. Свежо, да. Ну, посмотрим. Пока отдыхаем. Взяли хороший был пикничок, но мы собираемся отсюда свалить и скупнуться. Едем в Дон Мор. Там, где мы уже были на этом скалистом пляже. Я тогда не плавал, колено болело. Сейчас можно скупнуться. Когда солнце выходит, здесь нереально находиться, потому что просто кипит и плавит все. Сейчас пойдем за с ними этот оркестр прикольный и можно ехать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»